Спасибо. Третье правило – норма высева около 10 кг, глубина посева 4 см, не протравливать семена и сеять без удобрений. В принципе, на этом можно было бы заканчивать мое выступление, но я думаю, что мы поговорим более подробно, и я расскажу, что значит сеять. Просто есть моменты, я очень часто встречаюсь с таким этапом всегда у фермера, у утильщика такой этап страха, вот нет влаги, и я больше потеряю, если я посею. И я всегда говорю, вспомните, когда у нас идет уборочная страда, всегда проходят племневые осадки. Они настолько хаотичны, что предугадать их невозможно, и даже иногда не каждый метеослужб, не каждый метеопрогноз нам покажет, когда будут осадки. И поэтому лучше посеять, из опыта говорю, лучше посеять до дождя, чем потом, когда выпал дождь, мы его ждали. Потом мы ждем еще несколько дней, пока просохнет верхний слой, потому что это будет и селка налипать, и будет некачественный посев. И пока мы дождемся, что просохнет верхний слой, снова влаги не хватает для того, чтобы семена положить в облаженную ложу. Поэтому сеять нужно обязательно, преимущество покрова, Алексей четко рассказал, прямо тезисно тоже, что это защита почвы, это защита от солнечной кучи, защита от эрозии. Также это сохранение почвенной влаги. Вот сегодня тоже поднимался неоднократно вопрос, как сохраняется влага, такая масса мы видим на поле, каким образом она сохраняется. Очень простой механизм. Процесс испарения мы знаем из школьной программы физики, это бесконечный процесс, постоянно он происходит. Но есть еще процесс выдувания, или как Алексей сегодня назвал, вот этот эффект фена, когда испаряется влага, и ее просто сносят с поверхности поля, когда это поле либо обработано, либо это просто стерня. Но если на поле растет какая-то растительность и создается фон высотой 50 сантиметров в метр, мы понимаем, что влага, которая испарилась из почвы, она просто не выдувается, она остается, формируется свой микроклимат. Таким образом нет необходимости снова этой влаги испаряться, потому что здесь уже идет равновесная влажность между почвой и приземным воздухом. И нашими опытами было доказано, что наиболее лучшая культура, которая сохраняет влагу, это вика. Вика в чистом виде, вика в смеси с различными культурами, вот здесь на слайде они представлены. И если мы не сеем почвопокровные культуры, наша влага все равно будет уходить, будут расти, произрастать сорняки. Про сорняки тоже сегодня поднимался вопрос, что сорняки, у них задача быстро сформировать потомство, то есть дать семена. И поэтому сорняки генетически не, слово не очень люблю, не заточены под то, чтобы развивать корневую систему, которая может обогащать нашу биоту. Поэтому сорняки очень быстро забирают элементы питания влагу. И кроме этого, важный момент, если вы читаете такую литературу, все сорняки выделяют токсины, которые обеспечивают жизни способность или как сохранность жизни только самих этих сорняков, уничтожая все вокруг, в том числе и биоту. Второе правило. Сеем смеси. Это правило тоже, знаете, как говорят, правила дорожного движения написаны кровью, а вот эти правила написаны миллионами потерь в производстве, на тех полях, которые не задумывались об этом правиле или когда мы наступали на эти гравли. Я в том числе тоже проходила этот момент. Монокультура, конечно, хорошо. Но монокультура — это культуры, которые вступают внутривидовую конкуренцию, они забирают друг у друга элементы питания и влагу с одного и того же горизонта. Одни и те же элементы питания. И если это промежуточные покровные культуры, то именно здесь, в этих посевах, мы можем усилить разнообразие, мы можем, вспоминая о том, что на корнях каждого растения развивается один определенный штамм микроорганизмов. То есть для того, чтобы нам разнообразить биоту в коче, нам необходимо разнообразить, в первую очередь, растения, потому что корневая система — это и есть как база, вот эта ризосфера — это и есть база питания бактерий. И если некоторые растения привлекательны для грибов, таких как микориза, о котором мы тоже сегодня говорим, то другие растения, они не то что не дружат с микоризой, микориза на них не развивается. Другие, третьи растения, они способствуют развитию бактерий. И поэтому для того, чтобы создать этот симбиоз, этот баланс в почве, то есть прийти к равновесному плодородию, нам необходимо, чтобы было как можно большее разнообразие растений и их краневой системы. Ну вот, например, первая группа с зеленым цветом выделена, это по положительному влиянию на микоризу. То есть на микоризу. То есть на этих растениях, не зависимо от того, будем мы подселять эти грибы, арбускулярную микоризу, или же это будет естественный кусок, эти растения в естественных условиях будут размножать и способствовать развитию арбускулярной микоризы. То есть будут нарастать грибы, будут образовываться визикулы и арбускулы. Это горок, фи, кален, кукуруза, люцерна и клевер. Но это не значит, что только этими растениями мы должны засеять наши промежуточные посевы. Мы также должны использовать и другие культуры, которые и нейтральны к микоризе, и те культуры, которые не очень с ней дружны, но они нужны для других микроорганизмов. Также биологическая активность почвы зависит от того, выращиваете вы монокультуру, или же уже в этом посеве появляется еще какая-то одна или две-три культуры. Следующая это структура и строение почвы. Очень важный момент, мы тоже Алексей сегодня сказал, мы очень часто смотрим на вегетативную часть, мы очень часто смотрим на репродуктивную часть наших растений, но мы не смотрим в корень. А корневая система у растений разная. И мы знаем, что мочковатая корневая система, уже в наших опытах мы посмотрели, она разуплодняет верхний слой почвы. Растения со стерневой корневой системой, они разуплодняют более нижние горизонты, и поэтому именно при разнообразии, когда у нас несколько культур и они имеют разную биологию, разные корневые системы, именно эти растения способствуют полностью формированию оптимальной структуры почвы и оптимальному строению почвы. Еще если мы говорим о гламолине, то есть когда мы говорим о микоризе и когда мы говорим о червях, мы должны вспоминать о гламолине. Гламолин — это вещество, которое было обнаружено в 1996 году, не так давно. Это вещество, которое выделяет вот как раз-таки черви и эрбускулярный микоризон. В результате этого они склеивают мелкие илистые частицы почвы. Почему мы сегодня говорили, а почвы-то у вас глинистые, а почвы-то илистые, то есть есть очень хороший большой потенциал у наших почв. Когда гламолином склеиваются эти частички, получается структурированная почва, агрономически ценная, то есть та, которая уже не подвергается растворению или разрушению, когда проходят ливневые осадки. То есть естественным образом эти склеенные частички могут разрушиться только в течение 7-42 лет. Или же механически, да, мы зашли орудием, обработали и мы разрушили эти частички. Важность этой, сформирования этого строения почвы, то есть когда формируются поры внутри этих агрегатов, эти поры и капиллярные, и не капиллярные, они способствуют увеличению водоудерживающей способности. Увеличению, то есть удержание влаги в почве, это и есть тире, да, как физика почвы, мы ее приводим к оптимуму. Это и есть повышение плодородия. Ну, разухлотнение почвы также есть, как инструмент, это, я уже сказала, это различные культуры. Борьба с сорняками тоже опытным путем. На различных делянках было показано, что, ну, если взять над синей строчкой, это азимы покромной культуры, над желтой строчкой это яровой покромной культуры, и зеленая строчка это смеси. Так вот, именно при использовании смесей мы наблюдаем снижение засоренности, снижение развития падавицы. Почему так происходит? Потому что именно в смесях, это не монокультуры, а именно в смесях мы наблюдаем разную ярусность, именно вот то, что сегодня мы видели, развитие растений во всех ярусах. Это касается и внутри корневой системы, и вегетативной части. Накопление питательных веществ. То органическое вещество, которое мы можем с помощью фотосиндеза накопить, саккумулировать в наших растениях, оно при выращивании монокультуры, как в данном случае Вика, оно минимально. Если мы выращиваем смеси, то это уже уровень накопления на 1 гектар азота около 60 кг, фосфора 16 и 68 кг калия. Ну и теперь подойдем конкретно к способу или к методу подбора культур для возделания промежуточных посевов. Есть семейства, есть группы, на которые мы делим эти все наши культуры. Это бобовые, мятликовые или знаковые культуры, это крестоцветные, ну и группа четвертая, это другие. Так вот, из опыта необходимо минимум по 2 культуры из каждой этой группы. Если мы берем из бобовой группы, это должна быть одна культура из холодостойких, одна из теплолюбивых. Если берем из мятликовых, это тоже желательно одна из холодостойких, одна из теплолюбивых. Если из крестоцветных, там в принципе они все относятся к группе холодостойкие. И семейства другие, это фацелия, лен, гречиха, здесь еще у меня стоял подсолнечник очень долгое время, тоже культуры, которые имеют свои задачи, которые также используются для почвопопробной смеси. То есть минимум 2 культуры. Если берете 3 культуры, то опять же с каждой группы 3 культуры. В этом будет равномерность. Какая задача подбора именно через вот эти выборки 2 или 3 культур? То есть вы из списка смотрите, что есть у вас, и вы их включаете в смесь, затем рассчитываете. Какая, еще раз скажу, в чем смысл? Мы думаем, что мы знаем, что нужно нашему полю. Мы видим, что вот есть сорняк, мы хотим с ним поворотиться. Это мы так хотим. А поле знает лучше нас. И наша задача, почему 24 культуры? У Эрнеста 24 культуры. Потому что мы даем таким образом шанс этому полю проявить то, что ему нужно. Или тем бактериям взять то, что нужно. Или проявить то, что действительно, ну мы не можем предугадать. Даже когда мы сейчас, мы еще на первом этапе, когда мы заглядываем в почву, смотрим бактерии, смотрим грибы, понимая, что уже опытный путем доказано учеными, что есть какое-то определенное понятие равновесия или баланса в почве. Но мы не можем его еще контролировать. Лучше, чем поле, никто это не проконтролирует. Мы можем дать шанс. То есть мы даем разнообразие из растений. И почему на одном поле, как Сергей Васильевич говорил, у нас был в основном подсолнечник, на другом поле мы приехали к нему, у него был в основном рапс, на третьем поле еще что-то. Или там даже суданская трава. Это все регулируется полем. Всегда. Третье правило норма высева. Не более 10 килограмм, но это мое прямо вот убеждение из опыта, потому что сама в первые годы, когда мы высевали различные промежуточные культуры и были монопосевы, и я, как и все, села нормой высева такой же, как в оптимальный срок я посела. Например, это конкретно делянка горчица. Срок села 21 июня, это 17-й год. И когда через месяц мы пришли на поле, развиваются все культуры, в принципе, осадков было достаточно. Это Симферопольский район. Но эта делянка почему-то вот просто 10-15 сантиметров развития растений, и все. Прихожу еще через 2 недели, идет цветение, но те же самые есть и 12 сантиметров. Прихожу еще через 3 недели, и вот все, уже видите, суданская трава рядышком выросла, и рядышком проса. А эта делянка с горчицей, она на том же уровне, потому что я посеяла очень высокой нормой высева. Почему не нужно этого делать? Потому что если у вас достаточно влаги, достаточно осадков, то растения, они в основном своем правиле, они будут развиваться, они будут ветвиться. И если бы горчицы были хорошие условия, она бы разветвилась, она бы просто, мы бы увидели по развитию самого растения, то есть и верхняя вегетативная часть была бы хорошо развита, и корневая система, соответственно, была бы хорошо развита. В данном случае за счет внутривидовой конкуренции мы потеряли не просто отсутствие, да, вот не добились хорошей вегетативной массы, но мы также в корневой системе, мы там ничего хорошего не добились. То есть это то, что я сама прошла, и вот из Ставропольского края мы были в этом хозяйстве в прошлом году, да, Виктор Корнеевич, по-моему, проводили совещание. Ребята в позапрошлом году вырастили в промежуточном посеве с нормой высева 15 килограмм на гектар редьки. Эта редька получилась удачно, всем очень понравилась. Ну, опять же, а, это монопосев, б, это высокая норма высева. И редька была неплохая, все хорошо, прям гордость была для предприятия, не каждый год человек решится это вырастить, это вырастилось, получилось. И на следующий год, вот в прошлом году мы были в 20-м году, в августе месяце, вот такая была кукуруза. Не было початков, она была недоразвитой, и причиной являлась именно и только вот этот промежуточный посев. Это вот две недели назад, Воронежская область, не буду называть хозяйство. Покровная культура после пшеницы, первые две фотографии. И крайняя, вот та, что ближе сейчас ко мне, это после речь меня. Норма высева 40 килограмм. И хороший набор культур. Осадки выпали до посева, тоже такой маленький мюанс, да, вот до посева. То есть ждали, пока можно было зайти, потом осадков не было. На остаточной влаге, которая находилась в почве, вырастили вот эти растения. Через две недели, по идее, сюда должны заходить коровы, чтобы пастись. И вот причина только в том, что все-таки загущенный посев. Можно было вырастить, можно было, пусть будет, представляете, в четыре раза как минимум нужно было снизить норму высева. И растениям в четыре раза меньше нормы высева хватило бы той влаги, для того, чтобы развить какие-то определенные, ну, определенную массу. Причем, всегда привожу пример, в книге вычитала, что одно растение суданской травы может иметь развитие ветвей до 25 штук. И если хватает влаги, то суданская трава за месяц, вы видели, это два метра минимум вырастает. Поэтому здесь тоже есть суданская трава, но ее, как правило, не видно. Но поражение не будет поражением до тех пор, пока мы не решим это для себя. Вот это сказал так Брюс Ли. Поэтому, когда мы сталкиваемся с такими неудачами, мы не должны пускать руки или говорить, что это плохая технология, или это не для нашей зоны. Мы должны поискать еще, попробовать, подумать, что же не так. И поэтому снова вернемся к смесям. Должны быть это смеси из нескольких культур, потому что дальше, когда идет похолодание, вот Александр Анатольевич выращивал промежуточно сою, и когда ударил мороз, она тут же остановилась. У нас сразу погибает при нулевой температуре, это кукуруза, суданская трава, но остается редька. Это тоже структура нашего посева. И вот вопрос снегозадержания. Все, кто маломальский знает условия Крыма, и все крымчане знают, что снегозадержание для Крыма, это вообще, ну как бы, вообще снег это не наша тема. Но тем не менее, вот такие делянки, две контрольные рядышком находятся. Это без покровных культур с обработкой почвы и просто без покровных культур. И когда выпал снег, вот то, что рассказал Сергей Васильевич, просто небольшой срез стерни, который остался в поле, он обеспечил снегозадержание более чем на 10 сантиметров. На других делянках, обратите внимание, снегозадержание было намного больше. Мы показали, привели среднюю цифру по делянкам, то есть понятно, что где-то задуло больше, причем, если видно, сзади меня, там совершенно, вот все в таком, поле находится в таком же состоянии. И когда мы график высоты снега, прикинули графику высоты растений, которые мы буквально месяц назад проводили при учете урожайности этих почвы, покровных культур, мы увидели прямо точную, точную аналогию. То есть на какую высоту вы вырастили растения, и вы их оставили в поле. На эту высоту вы будете останавливать снег. И когда мы тщательно отобрали с каждой делянки, с помощью цилиндров этот снег, вытрусили его в специальные колбы с крышками, принесли в лабораторию, растаяли этот снег и взвесили, с каждой делянки в нескольких местах, и пересчитали, вы получили, что по контрольному варианту, вот этот девятнадцатый вариант, это контроль с обработкой почвы. Вот то, что вы видели, черная земля без стерни. Восемь миллиметров осадков пришлось этим снегом. Такую цифру дала метеостанция, ближайшая, которая была у нас в Симферополе, вот именно действительно восемь миллиметров. Ну а по остальным делянкам, минимум восемнадцать, пятьдесят миллиметров осадков мы задержали только за счет того, что оставили почеп огромной культуры. Четвертое правило, это, ну то есть этот снег не свело нам ни в лесополосу, ни в море, как вы рассказываете, этот снег остался у нас в полях. И даже когда у нас мы видим на следующий год повышение урожайности по следующим культурам, и нам кто-то говорит, это вы за счет снега получили. Ну ребята, во-первых, да, за счет снега, мы его сумели молодцы накопить, во-вторых, за счет того, что этот снег мы смогли удержать рационально, эти растения смогли использовать. Это тоже заслуга хорошего, грамотного агронома, на мой взгляд. Мы его просто не потеряли, этот ресурс. Четвертое правило, глубина посева четыре сантиметра. Когда сеем в жаркую летнюю погоду, не нужно думать, что если мы сеем мелкосемянные растения, то мы, ну эти семена, можем либо разбросать, либо посеять на два сантиметра. Два сантиметра очень быстро пересыхает почва. Это тоже с четырех сантиметров зайдут любые растения, в том числе и крестоцветные мелкосемянные, но это оптимальная глубина. Если даже у вас сухая почва на все четыре сантиметра, и вы сеете и переживаете, что выпадут осадки, и они не достанут до четырех сантиметров, поверьте мне, провокационные осадки не достанут до четырех сантиметров, но если выпадет хороший продуктивный дождь, хозяйственно полезный, то он достанет четыре сантиметра, и это уже будет ваш дождь. Следующее правило не протравливать семена. Это принцип из системы пяти правил здоровья почвы. Не протравливаем семена для того, чтобы не убивать биоту, которая будет работать вокруг прорастающего корешка. Именно по этой же причине мы сеем без удобрений. Для того, чтобы за этот промежуток, пусть эти два-три месяца, пока растут почвопокровные культуры, у нас запустились механизмы именно оздоровления почвы. Я не говорю, что она будет здоровой за раз, за один посев, но механизм именно здоровой почвы, именно работы тех процессов, которые будут, они будут естественными процессами. Это не будет просто накопление клетчатки или нарастание каких-то клеток растений. Не эта задача, а задача, чтобы развивалась биота, потому что она формирует нашу почву. Исключением является рожь. Есть один случай, тоже, кстати, это, ну это не мои исследования, это мы, спасибо Алексею, прослушали лекцию американцев, о том, что если вам, у вас пришло поле, которое очень загрязнено, имеется в виду сорняками, и вам нужно его быстро привести, завести в оборот, то вы можете посеять покров, ржи, ржи с викой, и дать удобрений, для того, чтобы именно рожь при интенсивном развитии, более лучшем развитии, чем сорняки, смогла подавить ту сорную растительность, которая находится на поле. То есть этот момент тоже, на мой взгляд, понятен и логичен, и я с ним согласна. Всего всех других случаях, если мы сеем промежуточные посевы яровых культур, здесь не нужно применять удобрения, потому что это летний период, это всегда с удобрениями мы увеличим концентрацию почвенного раствора, то есть мы отцепируем благо, которое и так не так уж много в летний период, и в то же время, когда мы вносим удобрения, так как правило, мы подкисляем среду, а кислая среда, это анаэробная среда. Сегодня тоже звучало, и запомните, что все-таки аэробные бактерии, аэробная среда нам формирует более здоровую, более плодородную почву. И какие нужны условия? Сколько нужно осадков? Тоже хороший вопрос, да, потому что непонятно, вот у нас нет осадков, или нам не хватит. По литературным данным, это 30 миллиметров минимум, должно выпадать осадков за летний период. То есть, когда вы убрали одну культуру и до посева следующей культуры, вас должно выпасть 30 миллиметров в этот, ну, это буквально три летние месяца, два летние и сентябрь. Вот, если у вас выпадает 30 миллиметров, вы можете канализировать смело все эти покровные культуры. И второе условие, вот тоже я стала замечать из опыта, что там, где уборка проводится отчесывающей жаркой, это вот тот эффект, как я рассказывала, что нет выдувания, раз, и образуется слой микроклимат внутри этого поля после отчеса. То есть, процесс конденсата сегодня тоже о нем звучало, называется по-другому сухой боли, но действительно он срабатывает. И очень быстро можно получить сходы, особенно мелкосемянных культур, если у вас есть отчесывающая жарка. Это тоже хороший инструмент. Если он у вас есть, то не упустите, запомните это. И, как пример, всегда из опыта производственников, потому что опытные делянки, понятно, это мои опытные делянки, а когда производство это получается или не получается, тоже очень ценно. Ростовская область, Мокриков Григорий Васильевич, знаете его все. Заложили в этом году опыт из 8 делянок на 18 гектарах поля. Будете у него, обязательно поинтересуйтесь о результатах этого опыта. Он сейчас только произрастает. 8 августа были посеяны 8 делянок. Какие делянки? Первое. Я сказал, что результаты будут в ноябре. Отлично. Отлично. Они, дело в том, что очень глубоко изучают почву на сегодня. Они будут рассматривать и биоту, будут смотреть, какие там сахара, что там осталось после произрастания почвопогровных культур. Так вот, посеяли 8 августа. Сразу после посева, примерно, сразу выпало 15 миллиметров осадков. И все. Дальше 30-ти градусная жара, суховерие, ветра. И вот такое состояние 26 августа. И буквально позавчерашние снимки это 8 сентября. А вот это вот снимок тоже посев, но на полосе противопожарной. То есть то, что мы все делаем, обработанная полоса. Какие варианты? Просто гречиха в чистом виде. Гречиха с альном, второй вариант. Гречиха лен-горук, третий вариант. Гречиха лен-горук, ну, четвертый, ну и так далее, полнорастающий. В итоге делянка, где вот эти все перечисленные культуры, вот мы рассчитывали с ним, вышла 12,5 килограмм на гектар норма высева. Следующая. Самарская область. Это, ну, неделю назад вернулась Самарской области. Фотографии пшеничного Антона. В 20-м году был ячмень яровой, в этом году он посеял, получается, как покровный пар, как паровое поле. Он посеял в июне месяце, просто не удалась, там пшеница у него. Он посеял покровную смесь, и на 13-е июля она выглядела уже таким образом. Обратите внимание, тоже, казалось бы, жесткий регион. Ну, в Самаре, по-моему, никого сегодня нет, да, у нас? Ставропольский край. В 2018-м году еще мы со Станиславом Новохадским посеяли почвопокровный посев. Это было первая декада, 8-е июля, я как сейчас вспомню, был произведен посев, и через месяц вот этот посев выглядел уже таким образом. Причем мы закладывали разные, представьте, Ставропольский край, 2018-й год. У меня только второй год опытов на моих делянках. Еще очень мало знаний и исследований, опыта. И мы с ним, у него на делянках, мы закладываем четыре разные варианта опыта. И он еще уладелся на пятом поле, к той смеси, которую я ему рассчитала, которую я ему предложила. Еще у него просто были семена зимов рапса. Он взял и досыпал рапса и говорит, ну, чего же пропадать с семенами. Конечно, тоже была беда на следующий год, когда этот рапс перезимовал, и когда мы заходили за следующей культурой, это были определенные сложности. Поэтому тоже момент важный, что яровые культуры не требуют специальной остановки или не требуют, ну, они меньше доставляют проблем, потому что они погибнут, во-первых, от заморозка, во-вторых, крестоцветные, вот я про Вику сказала, что она хороший компонент для задержания влаги, для сохранения влаги, а вот крестоцветные, такие как редька, как рапс и горчица, они очень сильно запирают влагу. С ними тоже нужно осторожно. И это тоже еще один момент, почему мы все-таки даем предпочтение смесям, а не монокультуре. и вот делянка, которая так и в 18-м году культуры, он высевал гречиха, века, горчица, рапс, пацеля и редька. Есть даже здесь норма высева. Это поле 84 гектара. На следующий год на это поле зашел подсолнечник, который, в принципе, он оставлял контроль из 4 гектар, и, в принципе, визуально было видно, что там, где были покровные культуры, подсолнечник, на подсолнечнике была более широкая листовая пластина, она была более интенсивно зеленого цвета, то есть преимущество было по покровным культурам. Но сердце фермера не выдержало, потому что были еще делянки, которые без покровных культур, и они хуже выглядели, и он просто внес туда удобрение, поэтому о результатах этого опыта, к сожалению, доложить не могу, потому что они не считаются достоверными. Не было... Минутку, а... Да. Хорошо. И на сегодня другое поле 45 гектар, оно тоже имело предысторию, когда выращивали его, когда он сел, смеси добавил рапс в 2018 году, но так как это поле было после гороха, у него взошел, взошла, то есть только кое-где вика, кое-где рапс, я думаю, что это связано было больше с гербицидом, который применялся в горохе. И затем два года, это 19-й кукуруза, 20-й подсолнечник, в этом году на этом поле сеет после уборки пшеницу, пшеницу убрали 14-го июля, 16-го июля закончили посев промежуточных культур. Смесь рапс, рапс, репс, репс, горчица, амарант, обратите внимание, амарант на 50-й кг смеси, он добавил 200 гг, суданская трава и лен. Всего эта норма на гектар у него получилось 2,8-3 кг по факту, когда он уже посеял, он посчитал, сколько он затратил семян. Все восстановил для семянной культуры. И вот выпало около 100 мм осадков, это его отец, который уже 4 года как не верил и не разрешил ему сеять по кровной культуре, но на сегодня он уже с гордостью фотографируется на этом поле, потому что все сработало, все получилось. То есть преимущества сорняков вообще нет, падавица, подавлена, есть черви, есть влага. И как заключение то, что плодородие почвы формируется и обеспечивается вот эти элементы, которые необходимы для растений, именно почвы плодородия обеспечивается нашими почвопокровными культурами. Но варианты остановки вот как у Новохадского на сегодня это каток. Кстати, я знаю, Алексей изготавливает такой каток самостоятельно, я не знаю, почему мы его сегодня не увидели. Или же оставлять этот посев, и суданская трава, вот она ложится очень хорошо, действительно, она при нулевой температуре уже проблем не будет доставлять. если у вас есть вот такой каток и вы понимаете, как мы с Алексеем сегодня говорили, что у вас все в почве хорошо, у вас там уже биота работает, и черен, то есть, если рекомендуется, то мы должны четко понимать какие условия, то тогда можно сеять, вот так катком заложили и тут же сеете. Если же у вас нет катка, то лучше остановить за две недели до посева. Вот почвопогромной культуры. Но мы, как правило, оставляем, потому что за месяц мало что может вырасти, потому что действительно, вот у меня был в прошлом году опыт, только в октябре месяце я получила нормальное развитие растений, которые сеяло еще в июне, и это было, ну, долго пришлось ждать, и мне жалко было бы их оценарить, если бы я сеяла тут же в октябре зиму пшеницу. Поэтому, как правило, мы сеем после пшеницы и после ячменя, то есть рано убираемые культуры уходят с поля, мы засеваем почвопогромные смеси, и затем они растут вот сколько они могут, причем бывает сразу зайдут мелкосемянные такие, как просы, ну, тоже герчиха быстро всходит за четыре дня, но дальше для таких, как кукуруза, горохи, им нужно больше влаги, тогда они лежат вот в этой сухой почве до хорошей косатки, и тогда они уже сходят при более глубокоприятных условиях, и тогда, потом они уже себя показывают. Поэтому мы сеем обычно под яровые культуры, как правило, это под тот же лёг, под подсолнечник, под кукурузу, то есть под яровые культуры. Вот больше такая рекомендация. Ольга Леонидовна, а скажите, вот один из вопросов, который нам задавали в порядке, во время подготовки, чем отличается покровный коктейль под будущую кукурузу от покровного коктейля под будущий подсолнечник? Хороший вопрос. Когда я собираю коктейль под кукурузу, я понимаю, что мне нужно максимально уйти от крестоцветных культур, то есть больше я работаю с бобовым компонентом, то есть я увеличиваю процент бобового компонента. Если у меня планируется подсолнечник на это поле заходить, то я как раз таки выращиваю больше злаковых компонентов, для того, чтобы мне создать покрытие поля, и вот такой принцип. Интересно. Интересно. А бобовый кукуруза требует на козор. Да, кукуруза требует на козор, то именно поэтому мы бобовый увеличим процент. То есть при том, что мы, вот те же компоненты, которые я озвучила, мы включаем, исходя из того, что у нас есть, но с процентами мы играем. Так же, Александр, мы собирали когда-то для опыта делали. Мы делали опыт, вот в том году закладывали, где преобладают бобовые смеси, злаковая смесь была, микоризная смесь была. Микоризная, да. Я вам хочу сказать, в этом году я преимущества бобовой смеси вообще не наблюдаю никак. То есть, вот мы, вот почему-то как бы убеждены, что злаковые нам накопят и дадут хороший урожай, не дают. Следующее, что заходило у вас? У вас кукуруза заходила? Да, кукуруза. Кукуруза заходила. Кукуруза вообще, я хочу сказать, очень чувствительная культура, мы на ней проводим много опытов, именно потому, что она как лакмусовая бумажка очень быстро нам показывает реакцию на то, что происходит в почве. Помните, я показывала, сегодня не показывала слайды, а лилопати мы тоже проверяли на растениях кукурузы, потому что очень четко любое присутствие какого-то соседа, если чуть-чуть это тяжело для кукурузы, она сразу отреагирует. И, как правило, она реагирует на все. Вот такая культура, которая действительно... На что точно реагируют растения? Они реагируют на покровные культуры, но не на следующий год, а через год. Вот тут достоверно, как бы... Отдача, да. Алексей, это не как с азотом этим, это не связано. Алексей, произнес сегодня, что это долгозрочный процесс, и если вы ожидаете какого-то от удобрения уже сейчас, вот через пару месяцев уже увидеть результат, вы его не увидите однозначно. Поэтому вот тоже, почему нормы высела низкие такие, я рекомендую, потому что мы можем забрать влагу, мы можем забрать элементы питания, которые, ну, в этом году точно не отдадутся, еще вопрос, ну, вот, насколько они быстро вернутся на следующий год. Поэтому здесь с этим осторожно. Вырастить массу бывает хорошо, но, а потом, чтобы это не получилось с просадкой урожайности, коммерческой, следующей культуры, от которой уже существует наше хозяйство. То есть, почему и низкие нормы, почему и вот лучше, пусть оно реже попадет у вас этот подсолнечник, который тоже, кстати, дает хорошую лопатию, мы, кстати, показывала. Вот, чем будет все густое, красивое, и как бы масса, и мы радуемся, вот масса есть. На следующий год покровные культуры дают просадку. Да. А тогда этот вопрос... Если, особенно, если мы сейм высокой нормы высива. Если мы сейм высокой нормы высива. Потому что это тоже важный момент. Когда это просто корневая там, ну, растение более изрежное, но корневая пошла в губь, это одно. А когда у нас стоит, как у меня Эрнест любит говорить, шапку кинул, и она повисла, да, то это, это есть хорошо. Не надо этому радоваться. Вот, я смотрел ролик какой-то о Варгентине выращивать там вику, и что? Вику под кукурузу. Таким слоем она ложится, вот такой слой лежит, потом прорезает. Ну, Сергей Васильевич быстро прорезал фотографии, а я знаю историю, предысторию этих полей. Когда первый год, 17-й, они высевали попровные, они имели не сильное развитие. Александр Иванович, помните, там слабенькие растения, на следующий год сильнее, на следующий год еще сильнее. Сегодня мы приезжаем, мы видим, даже в этот более засушливый год, чем прошлый, мы видим развитие практически такое же, как в прошлом году. Уже работает биота, уже почвенные процессы запущены, уже механизм восстановления плодородия, все, он работает. И поэтому тут, да, медленно, как маховик, знаете, вот, медленно-медленно оно наращивается. Ольга, спасибо.